московское время 5 часов 15 минут утра встал по маленькому да этот печку надо будет сейчас затапливать вот смотрите какой пейзаж вроде бы снежок идет слабенько уже все белое стало так в общем проснулись ваня пошел по своим делам там добывать себе всякую провизию лесную мы сейчас часть закипятим сейчас время без 5 9 до часть кипятим поедим соберемся и пойдем в сторону где у нас шалаш ваня уже кстати этот шалаш уже видел а вон как раз по пути там проходил так что уже наш шалаш уже обнаружили в общем сейчас пьем чай кушаем идем на строительство шалаша сейчас я грибобаз подброшу доброе утро сейчас еще раз покажу вам как снег там снег уже как не тает уже чё-то снег не тает да так таки парь свой не нашел тогда не а вот кстати труба то она вот труба есть нормально труба есть считай ну что печка и труба у нас есть но для шалаша а перчатки чего не берешь они в кармане меня не хочешь не пока полято потом все снегом завалит до снегу хорошо этого не грел потом потом когда снег попрет сильно все завалит наступила 4 октября 2015 год это ручей черный вот такой вид приятного чаепития так мы уже перекусили время без десяти десять получается а где мы чуть-чуть и ты говорил на крючок типа его нашел или тоже в карман положил кармане положил часть собой взяли в термос там чтобы попить горяченькую щеку сейчас вот чай попьем с булочкой и пойдем вот такие дела пришли на место вот палатка наша сейчас ее будем достраивать но строительство я не буду снимать во первых минусовая температура этот аккумулятор быстро сядет и и может этапа какие-то буду снимать строительство не знаю палатки мы будем ее расширять скорее всего вы уже увидите готовую палатку ну или там какой-то этап допустим промежуточный вот такие дела вот такие дела такая палатка целлофана купил должно хватить печка есть труба есть так что я думаю все будет окей печку наверно скорее всего вот где-то здесь надо будет устанавливать сейчас буду думать короче как ее расширить гриба вас уже пошел эти ветки на рубить сейчас несущую буду делать несущую чтобы расширить и там все остальное вот ту сторону я не буду расширять то есть вот целлофан ляжет на эту сторону вот на эту сторону он будет ложиться уже все здесь никаких расширений не будет с этой стороны вот эту сторону буду расширять тут как раз березка есть за что закрепить вот так уважаемые зрители время моих уже 14 и 3 минуты а на твоих все сидят на 14 1 вот мы сделали уже шалаш к сожалению пленочки не хватило думал хватит блин не хватило жалко конечно там буду сейчас я еще таки взять плечи принесу там они гриба вас ты расскажи как он покажи руки свои короче я сначала мне руки замес сильно он похоже как ай-яй-яй но я набрал коры зажег костер сушничка руки погрел сейчас все хорошо печатки вон сохнут мои лежат вот так что вон они сейчас собираем доски все обладываем избушку и сейчас уже все уже все закончили ага все понятно расскажу что сделали ага давай сейчас не принесли что-то в полу длину доски сучих на костер хочешь принеси так но сейчас ладно покажу сам шалаш что получилось так вот эту стенку пришлось обложить вот этим лесным мусором таким нам главное что главное чтоб не было слишком таких больших дырок а это вообще так все снегом занесет ну по моим расчетам как обычно должна быть такая снеговая шапка потому что даже вот просто вот как сказать вот елки да если снега много то и маленькое расстояние между ветками обычно вот здесь такая как бы шапка такая образуется внутри там пустота вот расширил я этот шалаш там выкопал место под печку но там близко получается к стенке придется наверно уже в следующий раз сюда принесем печку трубу посмотрим что как как этот шалаш завалит снегом неизвестно что не знаю может быть еще куплю пленки толстая пленка у нас 150 или подожди к 50 микрон она стоит у нас метр семьдесят рублей я тонкую покупал метр по 35 рублей я купил 10 метров короче 350 рублей и у меня хватило вот на два раза вот эту часть как бы вот вот эту часть я закрыл вот эта сторона полностью пленкой закрылась полностью тут на это ее приложили так ветками чтобы ее не сдуло не сдувало ветром вот эту одну сторону и вот эту вот а вот на эту сторону не хватило на тыльную сторону шалаша ну главное сейчас отверстия все эти по закрывали чтобы это все снегом замело вот не знаю там как дальше будет картина две недели точно мы уже в лес не будем ходить потому что там не по семейным обстоятельствам дома надо находиться так так что может даже не две три недели неизвестно когда мы сейчас уже в лес пойдем вот ну я так думаю до минус 20 здесь можно будет переночевать в этом шалаше главное чтоб его снегом завалило хорошенько будет все окей не знаю посмотрим как будет дальше следите за событиями подписывайтесь на канал все сами узнаете чтобы не пропустить ничего посмотрим будем ночевать здесь если ну попробуем посмотрим если холодно будет придется в избушке там ночевать ходить туда наматывать километры просто удобно в шалаше допустим но здесь заготавливаешь материал для избушки а здесь уже тем более зимой сейчас очень долго будет времени темно сейчас будет рано темнеть зимой вообще у нас короткий световой день вот и смысл тоже терять это на дорогу и кстати зимой очень тяжело вот эта ходьба на лыжах в одежде в это ну в теплой одежде устаешь быстрее зимой чем летом летом ты по легкому одет вот а зимой то нет зимой то нет попа кстати вот именно вот это так сказать пищевая пленка она тоже классно тем что она такая растягивается и и она ну плохо рвется то есть даже если ветки там какие-то да то она не так сильно рвется тут лапничек надо будет еще наверно но мы коврики будем стелить спать то будем на ковриках естественно вот здесь я ямку сделал под печку вот видите но наверно близко слишком к стенке посмотрю а может быть и нормально будет ямка то уже готова в принципе но тут уже смотрите уже шалаш шалаш как раз ну гораздо шире стал здесь вот зона где поспать можно будет а здесь надо придумать где печку поставить может быть не знаю посмотрим где печку ставить пока даже не знаю наверное скорее всего где-то я вот сделал ямку там и надо будет печку ставить ямку сделал специально чтобы печка была на земле дальше я не знаю сейчас морозы стукнуть сейчас все тут замерзнет потом уже тут тяжело будет копать ямки под эти печки под печку блин что делать там дальше буду не знаю вот такие дела внешне где-нибудь печку лучше посередине установить если там мы спать будем вот здесь да где-то в ногах надо печку устанавливать так сейчас попробую лечь сюда ух ты так был лег и как-то туда вниз аж да конечно палатка стрёмная то есть этот шалаш стрёмный какой-то получился это уж точно блин надо как-то все таки продуманнее делать эти шалаши а так мы сделали в вот типа по на шалаш по наитию грибобаз ага как как делаем как получится короче в принципе так вроде смастырили что то блин да да ну ну ой ой красиво джон браво мне нравится отлично отлично да ну молодец красиво это сделано не знаю насчет красиво некрасиво не таки надо как-то продуманнее делать ага тут я как бы делал уже как получается просто-напросто а без каких-то знаешь чертежей как вот как немножко такая маленькая какая-то задумка и все ага печку вот куда ставить но я вот как вот сюда ну там видишь близко стенка получается еще вариант знаешь что сделать чего понял я теперь что можно сделать можно просто взять лист этого с собой принести Комптрил как этот материал-то ? азбист да 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 азбист там есть еще такой знаешь этот мягкий такой мягкий да он как типа картон такой мягкий нет я жёсткий видал жёсткий такие вот с метра потора они там у ап сэдали на работе в улont там вся стояла такие стояли ну или жёсткий небольшой мягким можно быть да именно оградить вот этот но целлофан Да, целлофан оградить. Но печку лучше конечно сюда ставить, в эту ямку как раз. Потому что здесь если ставить, она здесь будет мешаться, на проходе будет мешаться. А где сама будет ответить, где кидать дрова-то? Вот с этой стороны, а труда там. Трубу еще же нам будет укреплять. Ну это ладно, это не проблема. Не проблема. Целлофана конечно, но это блин, это я считаю, 350 рублей, это на целлофан 1000 рублей надо было тратить, чтобы все хорошенько целлофаном заделать. Вот так. Знаете, что плохо? Взади целлофана нету, они как лежат. Ну это понятно, для летнего варианта она уже все. Это уже палатка только для зимнего варианта. Только для зимнего. То есть в расчете надо то, что снегом когда заметет. Да, да, да. Типа там это палатка как вигвам, вигвам или как? Фигвам. Как? Фигвам. Кстати, ты чувствуешь запах от елки какой-то? Да, кстати запах есть. Ну то, что лапник здесь тут запах такой. Ага, запах есть. А чувствуется конечно здесь сырость такая вообще. Вот и пока временно, потом все же будет окей. Эдик, потом все будет отлично. Джон, все будет хорошо здесь. Так, пойду я еще сужнячка. Там сужняка Да, ну смотри как хочешь. Сейчас чайку попьем, да пойдем. Ага, давай. До избушки. Сейчас я приду, подожди. Ух ты. Ну тут нормально, и вылезаешь, и вылезаешь. Да, мы же еще хотели двери сделать тут. Ага. Отлично, Джон, красиво. Ну двери типа надо будет, знаешь, типа это сделать. Чего? Ну как типа, не знаю, просто как бы дощечку такую широкую. Ага. Примкнуть как бы, ну залазишь, замыкаешь это отверстие и все. Ну это как, дверь, смотри, она не такая дверь, надо такую дверь делать, да или как? Ну типа такого, да. Понятно все. Лучше бы еще как бы двойную дверь сделать, чтобы такая воздушная прослойка была. Понятно, понятно. Типа коридорчика сделать. Типа коридорчика. Ага. Ну вот саму шалаш, коридорчик. Ага. Как бы первую дверь открываешь, залазишь, да? Ну. Вторую дверь открываешь, уже в сам шалаш заходишь. А, понятно, понятно. И вот там вот это между дверьми будет воздушная прослойка. Понял, понял. Ну так-то я думаю тут щелей хватает, так что мы тут здесь не задохнемся. Да, все правильно. Насчет проветривания? Давай, давай. Сейчас быстренько. Здесь вот у меня все сыро, все промокло. Эта фуфайка промокла. Ну только что тело, слава богу, сухое. Так, ну ладно, надо выходить отсюда. С этого шалашика. Ой. Вау. Вот такие дела. Не хватило, жаль конечно, этого целлофана. Еще надо было столько же покупать. И тогда было бы все бы классно. Да. Я бы уже тогда бы закрыл целлофаном. Ой. Вот эту бы сторону целлофаном закрыл. И если бы остался целлофан, можно было сделать коридорчик вот здесь. Ну коридорчик надо однозначно здесь сделать. Какой-то коридорчик такой, чтобы это теплее было в этом шалашике. Так, сейчас пьем чай. И до избушки идем там. Кушаем да и домой. Весь сырой. Ну это не страшно, что сырой-то в принципе. Когда двигаешься, не замерзаешь. Это если так посидеть, тогда да, задубеешь. Так, а вот этот, как чай? Я буду кипятить или чай? Как делать? Так он в термосе горячий. Какой кипятить-то? А, понял. Все, я теняюсь. Так это, Джон, я руки вымысь сейчас в снегу. Руки все, перестанут. А зачем тебе руки мыть-то сейчас? Они грязные, больно. Как неприятно так это. Ну мой, мой. Ну, как-то уж. Убеда, подистика там, у меня тоже как. Ну, давай, давай. Понял, сейчас быстренько. Сейчас, пару сек. Там-то в избушке мыло есть еще. Да ладно, я так. У грибоваса эта зеленая промокла, он уже плащ одел. Ага. Ты в этой зеленой сначала в куртке был? Ага. Ну, у меня там, я как раз две... Что-то руки у тебя не отмылись нифига. А это так, немного. Сейчас это смоется она. О, прям упал. Вот. Ага. Ага. Я потом еще оптируру, мне будет хорошо. Вот. Там уже у тебя грязь въелась, наверное, да? Ага. Ты уже дома только отмоешь. Только уже дома. Ты особо-то их не три, они у тебя еще и так, блин. О, что, я сейчас снегом еще, подожди. Сейчас снегом я еще. Да зря ты их мыл, не надо было их мыть. Не надо было мыть, наверное, точно. Я же тебе говорил, дома бы помыл, да еще, блин. Ну, сейчас уже... Некрасиво получилось. Мне свои руки жалко, Джон. Это что-то. Он говорит, бабас, а руки что-то мерзнут вообще. Он взял мне руки, замерзнет сильно. Я уже подошел. Нет, главное, сам ты не мерзнешь, а руки мерзнут. У тебя, значит, это, знаешь, это, как называется, кровообращение, как-то оно называется, конечности у тебя какое-то слабое. Это вот особенно у этих, у курильщиков плохо. Да? Ну, вот кто курит, у них конечности замерзают быстрее, чем кто не курит. Я же курил. Вот когда я раньше курил, да, у меня руки зимой замерзали вообще. Вот считаю, я сейчас... Ну, мы с тобой вместе с 2008 года бросили. Сейчас у меня зимой руки уже так не мерзнут. Да. Ну, у меня... Потому что вот это кровообращение в руках лучше происходит. А-а-а. Ну, обогащение кислородом. Понятно, понятно. Конечности вот этот. Кстати, самое страшное вот это вот, если в походе где-нибудь, на рыбалке, да. Ага. Это охолождение. Там вот я был в этом, в МЧС-то. Ага. У мужика-то. Снимал видео там, в общем. Кстати, вот дорогие зрители, у меня есть видео там. Наверное, его все забыли. Я ходил в МЧС. Ну, про куры про это что-то мне плохо стало почему-то. Про МЧС, короче. Ага. Я оставлю ссылочку вверху, посередине. Ага. Там вот он рассказывает, что именно надо обязательно брать с собой. Вот. Ну, там обязательно надо пару телефонов сотовых брать. Если есть, да. Пару, да? Чтобы, допустим, МТС там связь там была. Ну, различные там эти. Ну, аптечку там. Ну, в общем, посмотрите. Вот ссылочка будет вверху. Ага. И вот он говорил про переохлаждение. То есть, если там какой-то порог пройдет, да, вот человек. Ага. Ну, какую-то температуру, я уже не помню. Если он остынет, то уже вернуть к жизни уже все. Все, да? Уже практически уже не... Невозможно, да? Почти невозможно. Ох. Там уже организм, ну, какие-то необратимые процессы. И все уже. Переохлаждение, это, короче, страшная штука. Страшная штука, да? Из-за этого надо с собой брать сменную эту одежду. Сменные подштанники, сменную футболочку. Ох. То есть, ты пришел, если вспотевший, это скинул. Сухой одел, а это пусть сушится, короче. А, понятно, понятно. Вот. Это еще хорошо, что мы в избушку ходим, да? Вот так, у костра это вот. А тоже, я, знаете, еще крушу кучал. Короче, был лыжный спорт, и там был один финн, мужчина. Он замерзал. Он сказал, что пришел в избушку, но уже все. Его принесли в избушку. А там были две женщины. Они его спасли, короче. Вот он. Ну, как его спасли? Ну, как. Искусственное дыхание ему сделали. Все. Вот такая штука. Я думал, они его грели с двух сторон. Грели его. С двух сторон? Да. А что ж ты молчишь-то? Вот так оно и получается. Для зрителей главное не стал говорить. Нет, вот говорю. Эти моменты, да? В общем движение сейчас спасли мужчину. Вот так и получается. Так, пойдем под кинь дров, уже костер догорает. Да, это где-то рассказывали. Подожди. Это в этом. В особенности национальной охоте, что ли там. Да? Где-то, да, там это. Ага. Самый хороший способ отогреть это вот две женщины по бокам. А что, это не получается. Нормально. Потому что видишь, тело отогревать нельзя как бы. Постепенно должно быть тепло. Да. А тут как раз температура тела. Ну то есть 36 градусов примерно. И человек постепенно отогревается. Ага. И ну там как бы лучше это гораздо. Из-за чего нельзя после мороза под горячую воду руки. Ни в коем случае нельзя. Да. Надо вот если обморожение, там надо обматывать допустим сухим полотенцем. Сухим полотенцем? Ну да. Ни в коем случае нельзя снегом натирать. А вот еще. Снегом нельзя натирать. А вот еще смотри какая штука. А то вот знаешь щелки тарут снегом это нельзя. Наоборот. Нельзя, да? Травма. Кожа травмируется наоборот. Ух. А вот еще, например, руку отоморозил, да? И как он берет там кусок ват, например, там кусок бинта. Обливает водкой и штуку растирает. И спиртом. И растирает там место. Это где ты такое видал? А мне отец сказал мой. Не, 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 не. Наоборот, спирт когда испаряется, наоборот, охолождение еще хуже получается. А-а-а. Не знаю. Что-то мне кажется ты путаешь грибобас. Значит я спутал. Извиняюсь. Значит я спутал. Извиняюсь. Извиняюсь, Джон. Да. Значит я спутал. Теплое питье, горячий чай надо давать сладкий. А-а-а. Ну вот при обморожении. Ага. У меня когда отец лежал в больнице, в хирурге, но у него ноги же отказали. Вот. Я к нему приходил, он там пиашки приносил. И там лежал один мужчина. Он сам работал в горах, добывал нефть. И короче он напился пьяный и упал в снег. И короче он было мороженое. В горах наверное золото добывал? Золото, да. А ты говоришь нефть? Не-не, золото. И короче он так обе руки, ну почти так вот по локоть. И лицо все. Черный весь был. Ну короче он пожил еще пару дней и скончался. Все. Я зашел, он лежит такой. Я так встал в бок. Ты имеешь ввиду черная кожа что ли? Да. И короче пару дней он отдал концы. Вот что. Сейчас ему небесное, пух земля будет пухом. Вот такая вот стука получается. А человек что такое? Вот это видите как он. Обычно вот кто перепьет допустим, идет. Ага. Ну сильно выпил, да. И зимой идет допустим там откуда-то с гостей до дома, да. Отрубился. В снег упал. Если хорошо, что если там кто-то найдет, да. Даже что подымет его еще. Да, подымет. И вот остается без пальцев. Да. Бесконечности. Ну то есть обмораживают руки. Что открыто. И кстати вот я как-то. Я видал. Мне как-то этот рассказывал один знакомый. Он тоже обморозился. И вот он говорит, все вот эта синтетика, вот это, вот когда он обморозился, она как-бы кожа аж прилипает, когда вот, ну обморожение. Прилипает? Надо лучше всего вот ХБ носить. ХБ, да. Зимой ХБ. Самое. Вот ни в коем случае не синтетику. Я когда, Эдик, я когда был, а Джон, я когда был в Генжике, мы уже ехали обратно. Тоже ехал мужчина. Короче я на себя не буду показывать. Ну левой руки почти не было, ну больше полу руки не было. Я говорю, почему такое? Обморозился, мы уже руку ампутировали. Потом ехал мужчина, короче, на нервной коляске, без ног. Обморожение, обе ноги. Все. Я говорю, а почему так? Все говорит. А у нас-то морозы бывают, считай. А морозы были хорошие. Не-не, я вообще про наши морозы. У нас 35-40 бывает. Тридцать не бывает. У нас тут вообще опасно с этим делом. У нас вроде бы так, в случае не так много в Инте, чтобы кто-то обморозился. Не-не, я только вот. Потому что как бы северные уже люди знают уже насчет морозов, что надо беречься. Да-да. Вот зимой как идешь у нас, если морозы 40-градусные? Да-да. Из магазина в магазин. Да. В магазин зашел, погрелся. Да-да-да. Оп, пошел дальше. Зашел еще в какой-то магазин, опять погрелся и так дальше. В Инте я только видел двоих обмороженных. Вот и мужчину, и там еще одного, ну уже мужчину, уже где-то было лет, наверное, так 55 было мужчина лет. У него, короче, он весь уже был обмороженный. Ну и, короче, не было руки, и, короче, как, налево, ну показывать себе не буду. Короче, налево руке не было пальцев, а право, ну почти до локтя. Боли ампутированные. Все уже. Вот. И, короче, как сделал протест, типа того, он с ним ходил уже, короче. Ну такой, поесть. А одеть уже ничего не смог уже, короче. Вот такая штука. Жалко человека, а уже и. Вот. Так вот, ну и получается такая штука нехорошая. Да уж. Ну вот, понимаете, я говорю, лежи такой, короче, кровать такая. Вот он лежит такой. Ну как, он так, как это, пол сидит, короче. И черный весь. И он еще попытался попить чаю, короче, ему там. А там как, больные. А там, короче, было, всего было 5 человек, короче, ну больных. Вот они там друг за другом ухаживали. Подавали. Все такое. И я, Мариин, мужчин такой, короче. Ну, у него что-то было с животом, когда была операция. Ну, такая, это, ну, такая, как это, маря, типа того, как называется, я не помню. Такая. Ты там был, что ли, или чего? Я к отцу заходил. А, к отцу заходил? Да. И вот он такой наклеенный. Он подал стакан, все подавал ему. Вот. И вот пил чай, он съел, короче. Я посмотрел, что, короче, это мороженое, короче. Да, в больнице там насмотришься. Как помочь таким людям, кто обморозился. И помогать надо. И еще какая штука? Джон, как ты вот говорил-то мне, что вот не проходи мимо, помоги человеку. А то вот, а вот еще какая штука была? Вот у нас мужчина был на пятнадцатом. Тоже, но он замерз, короче, тоже так это. Шел, короче, на шахту. Дрысь пьяный. И с ним, короче, было три бутылки водки. А еще водка стоила пять тридцать, шесть двадцать водка стоила. Давно еще. А он шел в костюм такой, в белый костюм. Три бутылки водки. Один тут, два тута. И упал, короче. Там все, а водка осталась. И где вот переход, как идти на шахту, там это-то. Ну, тропинка-то. И упал, короче, и все. Вот так вот. Так, да ладно, ты больше уж костер-то не уйди. Сейчас уж пойдем. Сейчас чай попьем, да и все. Ага. Так. Ну, надо перейти на какую-то позитивную нотку. А-а-а. Потом вы все про эти как-то. Да, да. Ну, что значит, что он не по себе стал почему. Тихо-тихо-тихо. Что-то как этот цвет какой-то стал. Цветопередачей странной. Ага. Сейчас, подожди, выключу и включу опять. Ну, Грибас, видишь, смотри, цвета поменяли. Цвета поменяли, ага. Это я, видимо, когда снимал костер. Ага. Там же электроника. И там вот как-то поменял светопередачу. А, понятно. Понятно. В общем, строительство шалаша у нас почти что закончено. Да. Сейчас, не знаю, через две или через три недели опять сюда придем. Ага. Следите, в общем. Да. Подписывайтесь на наши все каналы. Это как мы канал назвали? Да. Возможно, мы назовем этот канал Аси-сяй. Аси-сяй. И все будет отлично. Да. СМЕХ